Многофункциональное устройство Epson Workforce PRO-VFC 5790-DVF способно обеспечить потребности небольших офисов и компаний в цветной и монохромной печати, копировании, сканировании документов форматом до А4, а также в работе с фоксимильными сообщениями. В линейке продуктов компании есть и более дешевый аналог Workforce PRO-VFC 5290-DV, не имеющий функции сканирования и копирования документов, а также факса и автоподатчика документов. Печатающий блок использует струйную технологию Epson Precision Core, позволяющую повысить нагрузку на устройство. Месячная наработка МФУ может составлять до 45 000 страниц. Сочетание этой технологии и пигментных чернил Epson DuraBright Ultra обеспечивает высокое качество отпечатков с яркими и насыщенными цветами, которые к тому же получаются водостойкими, устойчивыми к истиранию и выцветанию, мгновенно высыхают и не размазываются при выделении маркером. Все это позволит владельцу самостоятельно печатать небольшие тиражи презентаций, листовок, а также фотографии. При этом вместо картриджей используются контейнеры, вмещающие большое количество чернил, а отсутствие прогрева обеспечивает гораздо более быстрый старт по сравнению с лазерной техникой. Кроме того, благодаря отсутствию фотобарабанов и термопечек, совокупная стоимость владения таким устройством ниже, чем у аналогичных лазерных устройств. Контейнеры легко заменяются пользователям, при этом есть выбор между более дешевыми, рассчитанными на 3000 отпечатков для каждого из цветов, и более дорогими на 5000 отпечатков. А для черного цвета предлагаются еще и контейнеры экстра-высокой емкости на 10 000 страниц. Первоначальные затраты при покупке контейнеров, имеющих повышенную наработку, быстро окупятся снижением себестоимости печати. Еще один вид расходных материалов – емкость для отработанных чернил. В отличие от очень многих струйных принтеров и МФУ, пользователь может заменять ее сам, не обращаясь в авторизованный сервисный центр. Печатающая головка рассчитана на весь срок службы аппарата. В базовой поставке аппарат оснащен двумя подающими лотками общей вместимостью 330 листов офисной бумаги, расположенные спереди выдвижной кассетой и задним лотком, который может использоваться для подачи носителей плотностью до 256 г на квадратный метр, включая фотобумагу. При необходимости запас бумаги можно увеличить с помощью опционального подающего лотка, рассчитанного на 500 листов. В приемный лоток помещается до 150 листов офисной бумаги. В оснащение МФУ также входят модуль автоматической двухсторонней печати и реверсивный автоподатчик оригиналов, что позволит работать с двусторонними документами. Панель управления аппарата имеет сенсорный цветной ЖК-экран и закреплена на шарнире, позволяющим выбирать наиболее удобный для оператора угол наклона. Для меню предусмотрены различные языки, включая русский. Структура меню, включая раздел настройки, в достаточной степени проста и логична, а на случай затруднений предусмотрена система подсказок. Домашний экран содержит набор иконок для вызова основных операций, которые могут занимать несколько страниц. Перемещение между ними осуществляется прокруткой. Пользователь может менять расположение иконок на этих страницах, а также создавать собственные для быстрого вызова часто используемых операций с заданным набором параметров. МФУ оснащено интерфейсом USB для локального подключения к компьютеру, а также двумя сетевыми – проводным и беспроводным, что позволит интегрировать аппарат в структуру любого офиса. Помимо взаимодействия с компьютерами, предусмотрена работа со сменными носителями USB Flash. Можно распечатывать имеющиеся на них изображения и файлы JPEG, TIFF, PDF, а также сохранять отсканированные документы. С помощью программы Epson iPrint, доступной для iOS и Android, те же функции возможны при работе с мобильными гаджетами. Подключение возможно не только с использованием сетевой структуры офиса с беспроводной точкой доступа, но и в режиме прямого подключения Wi-Fi Direct или с использованием технологии NFC. При сетевых подключениях с выходом в интернет предусмотрено взаимодействие с облачными и отсылка сканов на электронную почту. Продолжение следует... Продолжение следует...